Здоровый образ жизни давно и прочно вошел в жизнь этих школьников. Каждый из этих ребят посещает секции по разным видам спорта. Многие добились хороших результатов на городских и краевых турнирах. Валерия Петрова 7 лет занимается легкой атлетикой и часто занимает первые места. На последних краевых соревнованиях тоже вошла в число победителей. Были в Краснодаре, там было 600 метров, 460 метров. Длина очень сильно развита, многообразная. Я умею себя в разряде первой взрослой. Мне скоро будут выполнять кандидат в мастера спорта. Сегодня она в составе команды 18-й школы и представляет Хостинский район в младшей возрастной группе. Кстати, именно школьники из Хосты в прошлом году стали победителями краевых соревнований «Спорт против наркотиков». В этом году состав двух команд – младшей и взрослой – новый, но цель та же – победить. Но сначала к городской этапу. За право выхода в Зональный борются и другие три района Сочи. В каждой команде по 10 человек и две возрастные группы. Задача для всех – получить наибольшее количество баллов в трех дисциплинах – прыжки через скакалку, комбинированная эстафета и дартс. В этом году у нас значительно больше команд по сравнению, чем с прошлым годом. Так как уже эти соревнования проводятся несколько лет, ребята видят, что победители наших соревнований отправляются на краевые соревнования «Спорт против наркотиков». За победу в наших городских соревнованиях мы награждаем ребят кубками, соответственно, медалями соответствующих степеней. Самое главное, что ребята, если попадают на такие соревнования, они понимают, что спорт – это самое важное в жизни, здоровье – это самое важное в жизни. И поэтому они меньше времени проводят на улицах, в дурных компаниях. И, соответственно, они приходят в наши секции, на наши занятия, на тренировочные занятия. Общее количество спортивных дисциплин, которые развиваются в Сочи, превысило 8 десятков. С каждым годом количество секций увеличивается, так как растет спрос. И спортом на сегодняшний день занимаются около 50 тысяч детей. Мы очень сильны, конечно, в самбо, мы очень сильны в дзюдо. Футбол у нас просто великолепно продвигается, потому что благодаря и чемпионату мира, благодаря тому, что футбольный клуб Сочи появился, у нас футбол стал просто мегапопулярным. И он уже на первом месте по количеству занимающихся. Мы всегда были сильными в велоспорте, мы всегда были сильными в плавании. У нас сильные тренеры, но не хватает, например, бассейнов. Мы тоже эту проблему понимаем и тоже рассчитываем, что в ближайшем будущем мы разовьем инфраструктуру, и тогда и в этих видах спорта мы окажемся впереди, так скажем, планеты всей. Ну а пока лучшей по итогам городского этапа краевых соревнований в двух возрастных группах стала команда 11-й школы из Мацесты. А это значит, что школьники Хостинского района вновь будут отстаивать честь Сочи на зональном этапе соревнований «Спорт против наркотиков». Турнир пройдет 18 октября в горячем ключе.